Исход, глава восьмая. Исход, глава восьмая. Исход, глава восьмая. За рабов твоих и за народ твой, чтобы жабы исчезли у тебя, у народа твоего, в домах твоих и остались только в реке. Он сказал, завтра. Моисей отвечал, будет по слову твоему, дабы ты узнал, что нет никого, как Господь Бог наш. И удалятся жабы от тебя, от домов твоих, из полей, и от рабов твоих, и от твоего народа. Только в реке они останутся. Моисей и Аарон вышли от фараона. И Моисей возвал Господу о жабах, которых он навел на фараона. И сделал Господь по слову Моисея. Жабы вымерли в домах, во дворах и на полях их. И собрали их в груды, и восмердела земля. И увидел фараон, что сделалось облегчение, и ожесточил сердце свое, и не послушал их, как и говорил Господь. И сказал Господь Моисею, скажи Аарону, простри рукою жезл твой и ударь в персть земную. И будут мошки на людях, и на скоте, и на фараоне. И в доме его, и на рабах его, вся персть земная сделается мошками по всей земле египетской. Так они и сделали. Аарон простер руку свою с жезлом своим и ударил в персть земную. И явились мошки на людях, и на скоте. Вся персть земная сделалась мошками по всей земле египетской. Старались также и волхвы чарами своими произвести мошек, но не могли. И были мошки на людях и на скоте. И сказали волхвы фараону, это перст божий. Но сердце фараонова ожесточилось, и он не послушал их, как и говорил Господь. И сказал Господь Моисею, завтра встань рано и явись перед лицо фараона. Вот он пойдет к воде, и ты скажи ему, так говорит Господь. Отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение в пустыне. А если не отпустишь народа моего, то вот я пошлю на тебя и на рабов твоих, и на народ твой, и в домы твои, пёсих мух. И наполнятся домы египтян пёсими мухами, и самая земля, на которой они живут. Я отделю в тот день землю Гесем, на которой пребывает народ мой. И там не будет пёсих мух, дабы ты знал, что я Господь Бог среди всей земли. Я сделаю разделение между народом моим и между народом твоим. Завтра будет сие знамение на земле. Так и сделал Господь. Налетело множество пёсих мух в дом фараонов, и в домы рабов его, и на всю землю египетскую. Погибала земля от пёсих мух. И призвал фараон Моисея Аарона и сказал, Пойдите, принесите жертву Господу Богу вашему всей земле. Но Моисей сказал, нельзя сего сделать, ибо отвратительно для египтян жертвоприношение наше Господу Богу нашему. Если мы отвратительную для египтян жертву станем приносить в глазах их, то не побьют ли они нас камнями? Мы пойдем в пустыню на три дня пути и принесем жертву Господу Богу нашему, как скажет нам Господь. И сказал фараон, я отпущу вас принести жертву Господу Богу вашему в пустыне. Только не уходите далеко. Помолитесь обо мне Господу. Моисей сказал, вот я выхожу от тебя и помолюсь Господу Богу, и удаляться пёсих мухи от фараона, и от рабов его, и от народа его завтра. Только фараон пусть перестанет обманывать, не отпуская народа принести жертву Господу. И вышел Моисей от фараона и помолился Господу. И сделал Господь по слову Моисея, и удалил пёсих мух от фараона, от рабов его, и от народа его не осталось ни одной. Но фараон ожесточил сердце своё и на этот раз, и не отпустил народа. Исход, глава 9. И сказал Господь Моисею, пойди к фараону и скажи ему, так говорит Господь Бог евреев, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение. Ибо если ты не захочешь отпустить народ мой, и ещё будешь удерживать его, то вот рука Господня будет на скоте твоём, который в поле, на конях, на ослах, на верблюдах, на валах и овцах, будет моровая язва весьма тяжкая. И разделит Господь в то время между скотом израильским и скотом египетским. И из всего скота сынов Израилю не умрёт ничего. И назначил Господь время, сказав, завтра сделает это Господь в земле сей. И сделал это Господь на другой день. И вымер весь скот египетский, из скота же сынов израилевых не умерло ничего. Фараон послал узнать, и вот из всего скота сынов израилевых не умерло ничего. Но сердце фараонова ожесточилось, и он не отпустил народа. И сказал Господь Моисею Аарону, возьмите по полной горсти пепла из печи, и пусть бросит его Моисей к небу в глазах фараона и рабов его. И поднимется пыль по всей земле египетской. И будет на людях и на скоте воспаление с нарывами во всей земле египетской. Они взяли пепла из печи и предстали пред лесов фараона. Моисей бросил его к небу, и сделалось воспаление с нарывами на людях и на скоте. И не могли волхвы устоять перед Моисеем по причине воспаления, потому что воспаление было на волхвах и на всех египтянах. Но Господь ожесточил сердце фараона, и он не послушал их, как и говорил Господь Моисею. И сказал Господь Моисею, завтра встань рано и явись перед лицом фараона и скажи ему, так говорит Господь Бог евреев, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение. Ибо в этот раз я пошлю все язвы мои в сердце твое и на рабов твоих, и на народ твой, дабы ты узнал, что нет подобного мне на всей земле. Так как я простер руку мою, то поразил бы тебя и на рот твой язвою. И ты истреблен был бы с земли, но для того я сохранил тебя, чтобы показать на тебе силу мою, и чтобы возвещено было имя Мое по всей земле. Ты еще противостоишь народу Моему, чтобы не отпускать его. Вот я пошлю завтра в это самое время град весьма сильный, которому подобного не было в Египте со дня основания его до ныне. Итак, пошли собрать стада твои и все, что есть у тебя в поле. На всех людей и скот, которые останутся в поле и не соберутся в домы, падет град, и они умрут. Те из рабов фараонов, которые убоялись Слово Господне, поспешно собрали рабов своих и стада свои в домы. А кто не обратил сердца своего к Слову Господню, тот оставил рабов своих и стада свои в поле. И сказал Господь Моисею, «Простри руку твою к небу, и падет град на всю землю египетскую, на людей, на скот и на всю траву полевую в земле египетской». И простер Моисей жезл свой к небу. И Господь произвел гром, и град, и огонь разливался по земле. И послал Господь град на всю землю египетскую. И был град и огонь между градом, град весьма сильный, какого не было во всей земле египетской со времени населения ее. И побил град по всей земле египетской все, что было в поле от человека до скота. И всю траву полевую побил град, и все деревья в поле поломал град. Только в земле Гесем, где жили сыны Израилевы, не было града. И послал фараон, и призвал Моисея и Аарона, и сказал им, «На этот раз я согрешил». «Господь праведен, а я и народ мой виновны. Помолитесь обо мне Господу. Пусть перестанут громы Божии, и град и огонь на земле. Я отпущу вас, и не буду боли удерживать». Моисей сказал ему, «Как скоро я выйду из города, простру руки мои Господу на небо. Громы перестанут, и града и дождя боли не будет, дабы ты узнал, что Господня земля. Но я знаю, что ты и рабы твои еще не убоитесь Господа Бога. Лен и ячмень были побиты, потому что ячмень выкосался, выкосался, а лен осеменился. А пшеница и полба не побиты, потому что они были поздние. И вышел Моисей от фараона из города, и простер руки свои Господу. И прекратились гром и град, и дождь перестал литься на землю. И увидел фараон, что перестал дождь и град и гром, и продолжал грешить. И отягчил сердце свое сам, и рабы его. И ожесточило сердце фараона и рабов его, и он не отпустил сынов Израилевых, как и говорил Господь через Моисея». Исход, глава 10. «И сказал Господь Моисею, «Пойди к фараону, ибо я отягчил сердце его и сердце рабов его, чтобы явить между ними сии знамения мои, и чтобы ты рассказывал сыну твоему и сыну сына твоего о том, что я сделал в Египте, и о знамениях моих, которые я показал в нем, и чтобы вы знали, что я Господь». Моисея и Аарон пришли к фараону и сказали ему, как говорит Господь Бог евреев, «Долго ли ты не смиришься предо мною? Отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение. А если ты не отпустишь народа моего, то вот завтра, в это самое время, я наведу саранчу на всю твою область. Она покроет лицо земли так, что нельзя будет видеть земли, и поест у вас все оставшееся на земле, уцелевшее от града, а объезд так же все деревья, растущие у вас в поле, и наполнит домы твои, домы всех рабов твоих, и все домы всех египтян, чего не ведали отцы твои, ни отцы отцов твоих со дня, как живут на земле, даже до сего дня». Моисей обратился и вышел от фараона. Тогда рабы фараонов сказали ему, «Долго ли он будет мучить нас? Отпустись их людей, пусть они совершат служение Господу, Богу своему. Неужели ты еще не видишь, что Египет гибнет?» И возвратили Моисея и Аарона к фараону, и фараон сказал им, «Пойдите, совершите служение Господу Богу вашему. Кто же и кто пойдет?» И сказал Моисей, «Пойдем с малолетними нашими и стариками нашими, с сыновьями нашими и дочерями нашими, и с овцами нашими, и с валами нашими пойдем, ибо у нас праздник Господу Богу нашему». Фараон сказал им, «Пусть будет так, Господь с вами. Я готов отпустить вас, но зачем с детьми? Видите, у вас худое намерение. Нет, пойдите одни мужчины и совершите служение Господу, так как вы сего просили и выгнали их от фараона». Тогда Господь сказал Моисею, «Простри руку твою на землю египетскую, и пусть нападет саранча на землю египетскую и поест всю траву земную, и все плоды древесные, все, что уцелело от града. И простер Моисей жезл свой на землю египетскую, и Господь навел на сию землю восточный ветер, продолжавшийся весь тот день и всю ночь. Настало утро, и восточный ветер нанес саранчу, и напала саранча на всю землю египетскую, и легла по всей стране египетской в великом множестве. Прежде не бывало такой саранчи, и после сего не будет такой. Она покрыла лицо всей земли, та, что земли не было видно, и поела всю траву земную, и все плоды древесные, уселевшие от града, и не осталось никакой зелени, ни на деревах, ни на траве полевой во всей земле египетской. Фараон поспешно призвал Моисея и Аарона, и сказал, согрешил я пред Господом Богом вашим и пред вами. Теперь простите грех мой еще раз, и помолитесь Господу Богу вашему, чтобы он только отвратил от меня сию смерть. Моисей вышел от фараона и помолился Господу. И воздвигнул Господь с противной стороны западной весьма сильный ветер, и он понес саранчу и бросил ее в черное море. Не осталось ни одной саранчи во всей стране египетской. Но Господь ожесточил сердце фараона, и он не отпустил сынов Израилевых. И сказал Господь Моисею, простри руку твою к небу, и будет тьма на земле египетской, осезаемая тьма. Моисей простер руку свою к небу, и была густая тьма по всей земле египетской три дня. Не видели друг друга, и никто не вставал с места своего три дня. У всех же сынов Израилевых был свет в жилищах их. Фараон призвал Моисея Аарона и сказал, пойдите, совершите служение Господу Богу вашему, пусть только останется мелкий и крупный скот ваш, а дети ваши пусть идут с вами. Но Моисей сказал, нет, дай также в руки нашей жертвы все сожжения, чтобы принести Господу Богу нашему. Пусть пойдут и стада наши с нами, не останется ни копыта, ибо из них мы возьмем на жертву Господу Богу нашему. Но доколе не придем туда, мы не знаем, что принести в жертву Господу Богу нашему. И ожесточил Господь сердце фараона, и он не хотел отпустить их. И сказал ему фараон, пойди от меня, берегись, не являйся более перед лицом мое, в тот день, когда ты увидишь лицо мое, умрешь. И сказал Моисей, как сказал ты, так и будет. Я не увижу боли лица твоего. Исход глава 11. И сказал Господь Моисею, еще одну казнь я наведу на фараона и на египтян. После того он отпустит вас отсюда. Когда же он будет отпускать вас, с поспешностью будет гнать вас отсюда. Внуши народу тайно, чтобы каждый у ближнего своего и каждая женщина у ближней своей выпросили вещей серебряных, вещей золотых и одежд. И дал Господь милость народу своему в глазах египтян. И они давали ему, да и Моисей был весьма велик в земле египетской, в глазах фараона и рабов фараоновых, и в глазах всего народа. И сказал Моисей, «Так говорит Господь, в полночь я пройду посреди Египта». И умрет всякий первенец земли египетской от первенца фараона, который сидит на престоле своем, до первенца рабыни, которая при жерновах, и все первородное из скота. И будет вопль великий по всей земле египетской, какого не бывало, и какого не будет более. У всех же сынов Израилевых ни на человека, ни на скот, не пошевелит пес с языком своим, дабы вы знали, какое различие делает Господь между египтянами и между израильтянами. И придут все рабы твои сии ко мне, и поклонятся мне, говоря, «Выйди ты и весь народ твой, которым ты предводительствуешь». После сего я и выйду. И вышел Моисей от фараона с гневом. И сказал Господь Моисею, «Не послушал вас, фараон, чтобы умножились знамения мои чудеса мои в земле египетской». Моисей и Аарон сделали все сии знамения и чудеса пред фараоном, но Господь ожесточил сердце фараона, и он не отпустил сынов Израилевых из земли своей». Исход, глава 12. «И сказал Господь Моисей и Аарону в земле египетской, говоря, «Месяц сей да будет у вас начало месяцев, первым да будет он у вас между месяцами года. Скажите всему обществу сынов Израилевых, в десятый день сего месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семейству, по агнцу на семейству. А если семейства так мало, что не съест агнца, то пусть возьмет с соседом своим, ближайшим к дому своему, по числу душ, по той мере, сколько каждый съест, расчислитесь на агнца. Агнец у вас должен быть без порока мужеского пола, однолетний. Возьмите его от овец или от коз. И пусть он хранится у вас до 14 дня сего месяца. Тогда пусть заколет его все собрание общества израильского вечером. И пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, где будут есть его. Пусть съедят мясо его всю самую ночь, испеченную на огне, с пресным хлебом и с горькими травами. Пусть съедят его. Не ешьте от него недопеченного или сваренного в воде, но ешьте испеченное на огне, голову с ногами и внутренностями. Не оставляйте от него до утра и кости его не сокрушайте. Но оставшиеся от него до утра сожгите на огне. Ешьте же его так. Пусть будут чресла ваши припоясаны, обувь ваша на ногах ваших, и посохи ваши в руках ваших, и ешьте его с поспешностью. Это Пасха Господня. А я всю самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской, от человека до скота. И над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь. И будет у вас кровь с знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь и пройду мимо вас. И не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую. И да будет вам день сей памятен. И празднуйте вон и праздник Господу во все роды ваши, как установление вечное, празднуйте его. В семь дней ешьте пресный хлеб. С самого первого дня уничтожьте квасное в домах ваших. Ибо кто будет есть квасное с первого дня до седьмого дня, душа та истреблена будет из среды Израиля. И в первый день да будет у вас священное собрание. И в седьмой день священное собрание никакой работы не должно делать в них. Только что есть каждому. Одно то можно делать вам. Наблюдайте опресники. Ибо в сей самый день я вывел ополчение ваше из земли египетской. И наблюдайте день сей в роды ваши, как установление вечное. С четырнадцатого дня первого месяца с вечера ешьте пресный хлеб до вечера двадцать первого дня того же месяца. Семь дней не должно быть закваски в домах ваших. Ибо кто будет есть квасное, душа та истреблена будет из общества сынов Израилевых. Пришлец ли той или природный житель земли той. Ничего квасного не ешьте. Во всяком местопребывании вашем ешьте пресный хлеб. И созвал Моисей всех старейшин сынов Израилевых. И сказал им выберите и возьмите себе агнцев по семействам вашим и заколите их. И возьмите пучок из сопа и обмочите в кровь, которая в сосуде. И помажьте перекладину и оба косяка дверей кровью, которая в сосуде. А вы никто не выходите за двери дома своего до утра. И пойдет Господь поражать Египет и увидит кровь на перекладине на обоих косяках. И пройдет Господь мимо дверей. И не попустит губителю войти в домы ваши для поражения. Храните сие как закон для себя и для сынов своих навеки. Когда войдете в землю, которую Господь дает вам, как Он говорил, соблюдайте сие служение. И когда скажут вам дети ваши, что это за служение, скажите им. Это пасхальная жертва Господу, который прошел мимо домов сынов Израилевых в Египте, когда поражал египтян и домы наши избавил. И преклонился народ и поклонился. И пошли сыны Израилевы и сделали, как повелел Господь Моисей и Аарону, так и сделали. В полночь Господь поразил всех первенцев земли египетской, от первенца фараона, сидящего на престоле своем, до первенца узника, находившегося в темнице, и все первородное из скота. И встал фараон ночью сам, и все рабы его, и весь Египет, и сделался великий вопль во всей земле египетской, ибо не было дома, где не было бы мертвеца. И призвал фараон Моисея и Аарона ночью, и сказал им, встаньте, выйдите из среды народа моего, как вы, так и сыны Израилевы, и пойдите, как говорили мне. И мелкий и крупный скот ваш возьмите, как вы говорили, и пойдите, и благословите меня. И понуждали египтяне народ, чтобы они скорее выслали его из земли той, ибо говорили они, мы все помрем. И понес народ тесто свое, прежде, нежели оно вскисло. Квашни их, завязанные в одеждах их, были на плечах их. И сделали сыны Израилеву послов Моисея, и просили у египтян вещей серебряных и вещей золотых и одежд. Господь жидал милость народу своему в глазах египтян. И они давали ему, и обобрал он египтян. И отправили сыны Израилевы, израам Сеса, Саххов, до 600 тысяч пеших мужчин, кроме детей. И множество разноплеменных людей вышли с ними, и мелкий и крупный скот, стадо весьма большое. Испекли они из теста, которое вынесли из Египта пресные лепешки, ибо оно еще не вскисло, потому что они выгнаны были из Египта, и не могли медлить, и даже пищи не приготовили себе на дорогу. Времень же, в которой сыны Израилевы и отцы их обитали в Египте и в земле Хананской было 430 лет. По прошествии 430 лет в этот самый день вышло все ополчение Господня из земли египетской ночью. Это ночь бдения Господу за изведение их из земли египетской. Это самая ночь бдения Господу всех сынов Израилев в роды их. И сказал Господь Моисею и Аарону Вот устав Пасхи Никакой иноплеменник не должен есть ее А всякий раб куплен за серебро когда обрежешь его может есть ее Поселенец и наемник не должен есть ее В одном доме должно есть ее Не оставляйте от нее до утра Не выносите мясо вон из дома и костей его не сокрушайте Все общество сынов Израиля должно совершать ее Если же поселится у тебя пришлец и захочет совершить Пасху Господа то обрежь у него всех мужеского пола и тогда пусть он приступит к совершению ее и будет как природный житель земли а никакой не обрезанный не должен есть ее Один закон да будет и для природного жителя и для пришельца поселившегося между вами И сделали все сыны Израилю как повелел Господь Моисея и Арону так и сделали В этот самый день Господь вывел сынов Израилевых из земли египетской по ополчениям их Исход глава 13 И сказал Господь Моисею говоря Освети мне каждого первенца разверзающего всякие ложи с нами же сынами Израилевыми от человека до скота потому что мои они и сказал Моисей народу помните сей день в который вышли вы из Египта из дома рабства ибо рукой крепкую вывел вас Господь оттоли и не ешьте квасного сегодня выходите вы в месяц Авиве и когда введет тебя Господь Бог твой в землю Хананеев и Хитеев и Амореев и Евеев и Евусеев и Гиргисеев и Ферезеев о которой клялся он отцам твоим что даст тебе землю и течет молоко и мед то совершай сие служение в семь месяцев семь дней ешь пресный хлеб и в седьмой день праздник Господу пресный хлеб должно есть семь дней не должно находиться у тебя квасного хлеба и не должно находиться у тебя квасного во всех пределах твоих и объявив день тот сыну твоему говоря это ради того что Господь Бог сделал со мною когда я вышел из Египта и да будет тебе это знаком на руке твоей и памятником пред глазами твоими дабы закон Господень был в устах твоих ибо рукою крепкою вывел тебя Господь Бог из Египта исполняй же устав сей в назначенное время из года в год и когда ведет тебя Господь Бог твой в землю ханаанскую как он клялся тебе и отцам твоим и даст ее тебе отделяй Господу все мужеского пола раздерзающее ложе сна и все первородное из скота какой у тебя будет мужеского пола посвящай Господу а всякого из-за слов разверзающего утробу заменяй агнцем а если не заменишь выкупи его и каждого первенца человеческого из сынов твоих выкупай и когда после спросит тебя сын твой говоря что это то скажи ему рукой крепкою вывел нас Господь из Египта из дома рабства ибо когда фараон упорствовал отпустить нас Господь умертвил всех первенцев земли египетской от первенца человеческого до первенца из скота посему я приношу в жертву Господу все разверзающее ложе сна мужеского пола а всякого первенца из сынов моих выкупай и да будет это знаком на руке твоей и вместо повязки над глазами твоими ибо рукою крепкою Господь вывел вас из Египта когда же фараон отпустил народ Бог не повел его по дороге земли филистимской потому что она близко ибо сказал Бог чтобы не раскаялся народ увидев войну и не возвратился в Египет и обвел Бог народ дорогою пустынную к черному морю и вышли сыны Израилева вооруженные земли египетской и взял клялся но в Израилевых сказав посетит вас Бог и вы с собой вынесете кости мои отсюда и двинулись сыны Израилева из Сакхофа и расположились в Станном Юфаме в конце пустыни Господь же шел перед ними днем и ночью днем в столпе облачном показывая им путь а ночью в столпе огненном светя им дабы идти им и днем и ночью не отлучался столб облачный днем и столб огненный ночью от лица всего народа